МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости в эфире Орент-ТВ. Время подвести не только итог дня, но и итог недели. Выдалась она непростая. Совершено убийство по жестокости, которому нет равных. Не было равных давно. Вспыхнул пожар на монтажников. Погиб мужчина. Взрыв прогремел в Сорочинске. Обрушилась крыша частного дома. Но из хорошего, отмечаем крещение, пенсионерка на гироскутере прославила Оренбург в сети. Сегодня будем говорить и обсуждать вот что. На словах одно, на деле иначе. Оренбурженко пытается вернуть деньги. Крещение для всех желающих в оренбургских колониях. Верующие осужденные окунулись в Иордань. Предвыборные гости. Кого встречают и ждут в Оренбурге? И публичное увольнение водителей пассажирского транспорта. Что за этим стоит? Рассуждаем и ищем ответы на вопросы с нашими экспертами. Предпринимателем, экс-депутатом Горсовета и Госдумы Максимом Щепиновым и корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Оренбурге Ириной Левиной. И снова ЧП в Оренбурге. В Сорочевске после взрыва обрушилась крыша частного дома, в котором проживала семья из шести человек. Супружеская пара пенсионеров, дети и внуки. Погиб хозяин дома. Мужчина 68 лет. Его супруга сейчас в реанимации. Еще двое взрослых в больнице с ожогами. Дети не пострадали, сообщают в пресс-службе регионального МЧС. В два часа дня на вызов о пожаре на улице Неглинной выехали местные спасатели. Предположительно, в доме произошел взрыв бытового газа и строение загорелось. За полчаса пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Работы на месте ЧП продолжаются. Сотрудники МЧС проводят проливку и разбирают завалы. Сотни оренбуржцев сегодня простились с предпринимателем Денисом Черновым и его сыном. Их убили рано утром, в минувшую среду, когда мужчина вез ребенка в школу. Прощаться с ними пришли родные, друзья, родственники, даже те, кто не знал Черновых, но не остался равнодушным. Похоронили Дениса Чернова и его сына в Октябрьском районе, откуда родом сам мужчина. Напомним, правоохранительные органы продолжают поиск убийцы. Это дело под личный контроль взял руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкина. Из главного управления в Оренбург прибыл опытный следователь. И по последним данным Бастрыкин распорядился передать расследование в главное управление СКР. И теперь к новостям. Неделя предвыборной гости. 60 дней до выборов президента. В регионах уже кипит работа. Открываются штабы кандидатов. Появляются первые рекламные конструкции. Проводятся организационные мероприятия. Коммерсант в четверг опубликовал статью о том, что по регионам уже разъезжаются политтехнологи от администрации президента, которые будут организовывать мероприятия в сам день выборов. 18 марта. Так намерены повысить явку. И это то, что на поверхности попало в СМИ, возможно, случайно. Говорю так, потому что все мероприятия, вышеназванные, проходили тихо, без анонсирования и без приглашения журналистов. А встреча глав муниципалитетов с полпредом президента Михаилом Бабичем и вовсе прошла за закрытыми дверями. Тише едешь, дальше будешь. Ощущение недосказанности появилось еще на прошлой неделе, когда люди задались вопросом, где же собирают подписи за кандидатов, кандидаты Владимира Путина. Коллеги-журналисты с радиостанции «Эхо Москвы» долго и дотошно пытались выяснить, где можно оставить голос. На этой неделе также тихо и незаметно открылся штаб действующего президента, сообщили по факту. О приезде полпреда Бабича стало известно только накануне. Журналистам разрешили осветить лишь его визит на Уральскую сталь. Встреча с главами муниципалитетов, на которой как раз и говорили о выборах, прошла за закрытыми дверями. И вот последняя информация. Доверенные лица Путина, скорее всего, не будут участвовать в дебатах. Кремлевские политологи молчания объясняют тем, что делается акцент на засушенную, без драматизма и возбуждения избирательную кампанию. Молчание. Но зато мы все знаем, что Владимир Путин в крещение окунался в прорубь. Даже видели фото с обнаженным торсом нашего президента. Я думаю, что любой оренбуржец, который ездит по улицам, заметил, что предвыборная кампания уже началась. Потому что мы видим и плакаты с Владимиром Путиным, и видели, что на этой неделе открывался его штаб в Оренбурге. Правда, вот по поводу штаба, конечно, в Оренбургской области происходит что-то непонятное. Если в других регионах сразу было ясно, кто собирает подписи, кто возглавит штаб, то в Оренбурге до последнего это держалось в тайне. А в итоге сама презентация этого штаба была, мне кажется, сделана как-то тоже в обход всех средств массовой информации и без какого-то широкого представительства общественности. Ну, может быть, это их стратегия, им кажется, она успешной, допустим. Кроме того, на этой неделе мы узнали, что у Павла Грудинина будут свои доверенные лица. Здесь, в Оренбургской области, Яблоко сообщило нам, что они завершают сбор подписей за выдвижение своего кандидата Явлинского. Так что я думаю, что вполне кампания началась. Пока, может быть, не так активно, как мы увидим это чуть позже, но все идет полным ходом. Почему такая, скажем так, закрытость? Ну, для меня, например, здесь очевидный ответ. Мы все прекрасно понимаем, что выборы 2018 года, которые у нас предстоят в марте месяце, должны пройти по указанию Кремля чисто, открыто, прозрачно, чтобы ни у кого, ни внутри страны, ни уж тем более за рубежом, даже намеков, что эти выборы прошли каким-то образом завуалированно или непрозрачно, даже не возникло. Даны четкие указания по поводу максимальной явки. Я так понимаю, что эта максимальная явка должна быть что-то там, ну, порядка за 70%, там, 70-80%. И это большая проблема для, скажем так, действующей власти, потому что, опять же, видя то, как проходят эти выборы и прогнозируя результат на этих выборах населения, ну, эти выборы, по сути дела, становятся неинтересными. Ну, понятно, что выборы у нас в последние годы в стране проходят неоднозначно. Ну, то есть результат это все, как бы, вроде бы честно и понятно, но остаются претензии от некоторых партий, остаются вот эти истории о том, что якобы где-то там были какие-то карусели. Да более того, мы потом, в общем-то, видим, что на протяжении нескольких лет после выборов идут суды, когда люди пытаются что-то оспорить. Ну, одна история, например, в Орске, когда на одном из участков пропали все документы, касающиеся выборов. Ну, это же совершенно недопустимая история. Она была, и суды продолжаются до сих пор, насколько я знаю. Поэтому, конечно, проблемы есть. И, ну, наверное, вот эти совещания с закрытыми дверями, с участием глав муниципалитетов и полпреда президента, я понимаю, почему они проходят именно в таком формате. И, ну, в общем, здесь, наверное, удивляться не приходится. Между тем, появление заезжих политологов и политтехнологов в регионах перед выбором нормальной и привычной тенденцией, считают те, кто не раз привлекался к предвыборным кампаниям и самим выборам. Особо умелых отправляют в глубинки, говорят оренбургские практики. Да и у местных политологов есть опыт работы в других регионах. Завелось это не сегодня и не год назад. Если кто постарше, тот помнит первую избирательную кампанию, первого губернатора Владимира Елагина. Когда приехали товарищи, которых возглавил человек с очень интересной фамилией, которую потом он сменил. А фамилия это была Кошмаров. Вот отсюда пошло кошмарить народ в связи с выборами. Потом приезжали другие. И я бы не сказал, что они какой-то вред наносили или что-нибудь еще, или великую пользу принесли. Но тем не менее, в общем-то, были и эффективно работающие группы политтехнологов. На некоторых выборных кампаниях уже получается борьба не кандидатов, а их штабов. И выясняется, может быть, даже в этих случаях кандидат, который немножко послабее, если у него сильный штаб, может быть ему обеспечен выигрыш. Если единороссы из Москвы уже прислали свою тяжелую артиллерию в виде пиарщиков, консультантов и юристов в Оренбуржии, то, к примеру, у справедливой России такие вряд ли появится. Партия решила поддержать Путин. И местная оппозиция в такой ситуации главная не должна мешать и не может призывать голосовать против. Что касается коммунистов, то они пока распоряжения не получали. Регионалы ждут решения Пленума, который состоится 26 января в ЛДПР. Говорят, появление столичных политтехнологов в Оренбурге вполне вероятно. Владимир Жириновский во время предвыборной кампании традиционно посещает различные города России. И потому приезд специалистов из Москвы местные либералы не исключают. Я думаю, что региональное отделение, которое как раз представляет партии власти и все, что с ней связано, пользуется постоянно как раз специалистами, которые приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. И не потому, что, грубо говоря, наши здесь специалисты, наши местные политтехнологи плохи. Нет, я думаю, это скорее всего такая разнарядка сверху, что мы вам согласовываем, например, либо того или иного кандидата, либо вот этот список, но кампанию должна вести, например, вот эта вот группа политтехнологов. Поэтому здесь ситуация развивается таким образом, что, ну, как говорится, выбирать не из чего. Есть указания сверху, которые спущены. Именно эти люди отвечают за эти выборы, поэтому вы работаете с ними. Среди информации о политтехнологах при езде Бабича и открытии штаба Путина появилась еще одна новость. Ее не тиражировали СМИ, зато активно обсуждали пользователи сети. Оказывается, все домины со словами «Путин» заняты на много лет вперед. Но самое интересное, что выкуплен даже домин «Путин-2048», где последняя цифра – этот год. Если не изменится законодательство, то год выборный. И если вдруг он приурочен к очередному выдвижению Владимира Владимировича, то тогда ему будет 96 лет. Ну и к новостям этого дня. Сегодня все верующие отмечают крещение. Организованные проруби около купели дежурят спасатели полиции. Основной поток верующих коорданий ожидается сегодня к вечеру. Люди в эти дни окунаются в ледяную воду в надежде смыть грехи, особо много желающих очистить душу и тело в исправительных колониях. Как там приобщаются к древним традициям, выяснял Александр Жарков. Сегодня, наверное, в каждой исправительной колонии есть как минимум молебная комната, а то и целый храм. Многие живут с верой в Бога давно. Кто-то посещает церковь, чтобы разнообразить свои однообразные будни. Омовение в крещенской воде здесь целое событие. Желающих смыть грехи было немало и сегодня. Возрублено готя сына минуя, и дух в виде голубини, и звездовавшись в слове все утверждения. Зона, зона, безозона, все сезонно. Зона, зона, безрезона, конитель. Зона, зона, ни к сидельцам, ни к погонам. Реально вера или все-таки разнообразие в свою жизнь? Нет, это реально вера. Верю в верующие, я давно верю. Постоянно хожу в церковь, поведаюсь. Четверка, так в простонародье называют колонию общего режима номер 4. Сегодня здесь отбывают наказание чуть больше 900 человек. Все они попали за решетку не в первый раз. Тем не менее, преступники имеют право совершить обряд, говорит священник. Везде все-таки люди находятся. То есть, что на воле, что в местах заключения люди есть верующие. То есть, которые, если не на воле, может быть, здесь пришли к вере. Конечно же, им охота будет окунуться тоже в Иордань. Как ощущения? Нормально. Нормально? Да, не первый раз. Постоянно купаются, когда по возможности. Ну, не про рубь все-таки просто. Ну, все равно вода довольно-таки приятная. Не сильно холодно. Давно кричали? С детства. С детства? Да. Понятно. Здесь долго участвовали? Еще два с половиной. Этот парень еще два раза сможет окунуться в Иордань за колючей проволокой. И похоже, что никакой мороз, а сегодня было минус 24, не остановит этих людей. Ну, а что ими движет? Реальная вера в Бога? Или все же что-то другое известно только им самим. Собственно, как и тем, кто находится на воле. Александр Жарков, Петр Рукин, Орин ТВ. Сейчас мы ненадолго прервемся. Реклама впереди. Затем продолжим рассказывать о событиях этого дня и этой недели. Это новости. И мы продолжаем. И вот, что вы увидите во второй части программы. На словах одно, на деле иначе. Оренбурженко пытается вернуть деньги. Как бороться с вредными привычками соседей? И что, по мнению жителей, не так с подарками администрации? Об этом в рубрике «Дежурный корреспондент». На словах одно, на деле совсем другое. В нашу редакцию обратилась женщина, которая не может вернуть деньги из компании по рефинансированию. Именно так себя рекламирует общество с ограниченной ответственностью финансов. Тамара Хвостова планировала получить кредит, чтобы погасить два других. Однако деньги она не получила, а только дополнительно потратилась. О деталях сделки далее в сюжете Надежда Русяевой. В декабре прошлого года Тамара Хвостова пришла в компанию «Финанс». Объявление о рефинансировании кредитов увидела в автобусе. Однако на деле специалисты лишь пообещали помочь женщине получить кредит. Якобы они сотрудничают с разными банками. И за эту услугу попросили заплатить. Я обратилась 19 декабря к компании «Финанс», которая рефинансирует кредиты. 6 тысяч они спросили, я говорю, а нельзя авансы? Ну это типа авансы. Нельзя, я говорю, после того, как это я получу деньги, вам верну. Они говорят, нет, у нас такие порядки, такие законы. Договоре прописали, что от полученной суммы необходимо будет заплатить от 6 до 9 процентов. На такие условия женщина согласилась, так как ранее получить кредит напрямую в банке не смогла. Но придя в финансовые организации, которые посоветовали специалисты компании, получила отказ, а не деньги. Тамара Хвостова решила расторгнуть договор и забрать 6 тысяч. Скажите, аванс вы мне вернете или нет? Они мне не сказали. Вот как первый раз, вот вашим вопросом теперь будет юридическая контора, она рассмотрит и даст вам ответ. Но ни ответа, ни денег. Спустя месяц женщина так и не получила. Под видом клиента съемочная группа отправилась в офис. Стоимость наших услуг от 6 до 9 процентов. А если мне не одобрят кредит? Уже у вас согласованное решение будет в банке, вы тогда оплачиваете кредит. Только в этом случае? Да, у вас, естественно. Только после того, как речь пошла о героине сюжета и под натиском вопросов, девушка все-таки заговорила о том, что существует аванс. У меня знакомая приходила к вам, и она платила вам 6 тысяч. И не одобрили кредит. И деньги не вернули. Видимо, едва назначена массовая платеж. То есть у вас еще есть все-таки предоплата? Возможно. Когда клиент перевоплотился в журналистов, разговаривать приемные отказались. В соседнем кабинете пояснений также никаких не дали. Вы деньги вернете человеку? Можно смотреть, что будет в письме в официальном ответе. Руководство компании якобы находится в Екатеринбурге. И вернут ли деньги – непонятно. Однако ясно лишь одно, что приходят люди за одной услугой, но получают, как указано в договоре, консультацию. А в итоге получить кредит так и не удается. Рефинансирование – это получение нового займа на более выгодных условиях. И данными действиями занимается только банк. То есть банк может рефинансировать кредит. А тем, чем занимается данная компания, исходя из их договора, они проводят консультацию граждан. И поэтому лицам, обращающим в такие организации, наверное, надо быть более осторожными и более внимательными. После съемок в компании к журналистам подошла еще одна оренбурженка, которая рассказала, что заплатила 5 тысяч, но рефинансирование кредита не получила. И сам кредит в банках получить тоже не удалось. Заслуженное наказание или показательная порка на этой неделе публично были уволены несколько водителей маршрутных автобусов. Во вторник руководители компании по пассажирским перевозкам вызвали на ковер около сотни шоферов-нарушителей. Безопасность пассажиров прежде всего, но говорить о ней не приходится, когда водители общественного транспорта трогаются с места с незакрытыми дверями или высаживают горожан вне остановок. Это одни из самых распространенных нарушений автобусников, констатирует на встрече инспекторы ГИБДД. Тех, кто допускает нарушения систематически, решили увольнять. В этот раз без работы по собственной безалаберности остались 4 человека. Причем теперь им будет весьма непросто трудоустроиться, ведь эту акцию поддерживают все крупные перевозчики. Практиковать встречи, на которых наказывают шоферов-нарушителей, действующие перевозчики стали с недавних пор. После того, как заговорили о необходимости транспортной реформы в городе, ее неизбежности прогремело множество скандалов, связанных с травмами пассажиров. Причем все это совпало с появлением на арене бывшего бизнесмена, а ныне депутата горсовета Артема Софиульна, который неделю назад вступил в должность директора муниципального казенного предприятия Оренбургские пассажирские перевозки. В автобусах или из них падают бабушки, пассажиры травмируются при резких торможениях. Действующие перевозчики многие журналисты связывают участившиеся ЧП на маршрутах именно с именем Софиулина. Так есть ли связь? Об этом его спросила моя коллега Екатерина Сдвижкова в программе «Эхо недели». Шутка ушла в народ о том, что пока не появился Софиулин, бабушки, они вываливались из автобусов. Я по этому поводу давал комментарии, говорил о том, что то, что мы начали, скажем так, эту проблему высвечивать, и говорить о том, что... Точнее, не то, что мы, это средства массовой информации начали поддерживать. Я привел пример своей тещи. Произошли те же самые случаи, и у людей, обывателей, мнение, что никто ничего не исправит, смысл жаловаться. В данном случае, когда мы уровень дискуссии о безопасности подняли до общественно значимого и интересного, а дальше поняли причину, почему это происходит, точнее, и она не одна. Это отсутствие интервальности, отсутствие соблюдения расписания, отсутствие обновления подвижного состава, который отвечает современным требованиям. Это все является фактически плодами, негативными плодами той сложившейся системы организации пассажирских перевозок в городе Оренбурге. Исключить падение можно легко, если даже на существующем подвижном составе устанавливать системы, которые не позволяют, то есть электроника блокирует подачу топлива, водитель не может тронуться, пока не закрыты двери. Такие системы есть, они установлены во всех больших автобусах, но, к сожалению, большие автобусы есть только в муниципальном предприятии. Если бы в предыдущем периоде они использовались другими игроками, то таких бы случаев не было. О необходимости появления на маршрутах автобусов большой вместимости стали говорить не так давно. Однако, помимо дорожной сети Оренбурга, не готовые к внедрению большого транспорта, интервалов, которые, по логике, станут больше, эксперты высказывают еще неуверенность и в надежности такого подвижного состава. При этом вспоминают недавнюю трагедию в Москве. Когда водитель автобуса потерял управление. Безопасность граждан превыше всего, и это должно стоять во главе угла. Но мы же видим, что абсолютной безопасности быть не может. И вот тот случай, который произошел в Москве недавно, то есть это вот меньше месяца, когда, по сути дела, новейший, вот этот самый низкопольный автобус, о которых говорит администрация города Оренбурга, ему там, по-моему, было меньше года. И вот он как раз попал в такую ситуацию, что, ну, понятно, еще пока нет, скажем так, какого-либо мнения комиссии, которая создана. Мы же видели, что он начал непроизвольное движение, съехал в пешеходный переход, и, к сожалению, погибли люди. Тема пассажирских перевозок, по моим личным ощущениям, ну, почти год уже, как вышла в публичное пространство. И если кто-то этого не замечает, что борьба между перевозчиками идет в публичном пространстве, то это очень ненаблюдательный человек. Потому что стало проводиться большое количество круглых столов, заседаний, стало появляться большое количество сюжетов, люди стали говорить об этой проблеме, стали высказывать претензии. Все это перешло в рамки судебных процессов, тоже очень неоднозначных. И вот если публично кого-то начинают увольнять и говорить, что смотрите, а мы вот в своей структуре боремся с нарушениями, мы хотим улучшить свою структуру, это продолжение всего того, что началось еще в прошлом году. Каждая из сторон в этом дележе этого бизнеса, пассажирских перевозок, пытается показать, что они работают над улучшением своей работы, над своим качеством. В общем, я не вижу в этом ничего плохого. Пусть работают на благо перевозчиков, на благо пассажиров. Спасибо. Простите-то за такую бурную реакцию, но уж очень показательно оговорок, что называется, видимо, по Фрейду. И вновь к новостям этого дня. Курильщики беспокоят жителей многоэтажек, а некоторые оренбуржцы задаются вопросом, какие должны быть подарки на почетный день рождения. Свои заявки зрители обсуждали с дежурным корреспондентом. Нету права на жителей с вредной привычкой. На курильщиков жалуются жительницы 11-го дома по улице Братьево-Башиловых. Любители подымить выходят в подъезд, курят и на замечания совершенно не реагируют, даже при напоминании, что нарушают закон. За соблюдением федерального закона курения ответственные полицейские. Можно, например, обратиться к участковому с просьбой повлиять на нарушителей. А чтобы жалоба была эффективнее, желательно сфотографировать или снять на видео курильщика, заручиться поддержкой двух свидетелей и весь материал вместе с заявлением отдать в полицию. Штраф довольно внушительный, до 50 тысяч. Но все же безопаснее договориться с соседями по-хорошему, добавляют юристы. А стоит ли так поздравлять? Этим вопросом задается дочь 90-летней Оренбурженки, ветерана тыла. У пенсионерки был юбилей, и от администрации пришли представители, вручили 500 рублей и попросили расписаться за них в ведомости. Дочь пожилой Оренбурженки признала, что было немного неловко во всей этой ситуации и предложила. Если поздравление горожан в почетном возрасте входит в обязанности чиновников, то лучше уж просто дарить красивые цветы. Автоледи, отзовитесь, вы потеряли ключи. Мурат на парковке возле торгового дома «Восход» нашел ключи от автомобиля «Лады». Судя по цветному брелку с номерами, этот автомобиль принадлежит девушке, добавила Мурат. Контакт Оренбуржица, нашедшего ключи, есть в редакции, так что звоните. Нам интересны и ваши новости. Если вы еще не успели их рассказать, то ждем ваших звонков уже в понедельник. На этом у нас пока все новости. Коллектив Оренбуржица еще раз поздравляет всех с крещением, как на заказ температура воздуха соответствует традициям. Она опускала сегодня до минус 24 градусов. Если же кто замерз, постараемся согреть вас информацией от МЧС Ямала-Ненецкого автономного округа. В ближайшие дни там прогнозируют понижение температуры до минус 79 градусов. Так что наслаждайтесь погодой и выходными. Следующий выпуск в 23 часа. Смотрите также новости на нашем YouTube-канале Оренбуржица, ищите нас в Телеграме и Инстаграме. До встречи!